В домах на пятой просеке Октябрьского района Самары проживает более 20 тысяч человек. Социальной инфраструктуры не хватает. Переполнены поликлиники, детские сады и даже новая школа. О проблемах инициативная группа самарцев рассказала на встрече с губернатором Вячеславом Федорищевым, депутатом Госдумы Александром Хинштейном, временно исполняющим полномочия главы Самары Иваном Носковым и другими участниками совещания, которое прошло как раз в стенах 26-й школы. Ее возвели на пятой просеке несколько лет назад благодаря активности самих местных жителей. Перегружена поликлиника, которая построена в советские времена. И за настоящее время ее перегрузили пятой, шестой, седьмой просекой. А это все новостроек, это все каменные жунгли. Местные жители рассказали, что застройка микрорайона продолжается. Ранее были выданы разрешения на возведение многоэтажек. Это еще больше нагрузит соцобъекты и местные дороги. Губернатор Вячеслав Федорищев, пообщавшись с активистами, дал ряд важных и жестких поручений. Я запрещаю любое строительство МКД в рамках территории на ближайшие три года полностью. Те разрешения, которые уже были выданы построящимся объектам, я поручаю администрации губернатора проверить с привлечением юристов и антикоррупционщиков. Те разрешения, которые готовятся к выдаче, замораживаются на три года. Программы КРТ, которые у вас там были подготовлены, замораживаются. Три года никакого разрешения на жилищное строительство там не будет. Отдельное решение по социальным объектам. Будет создан проектный офис, который займется разработкой социальной инфраструктуры. Советником на общественных началах Вячеслав Федорищев предложил стать главе инициативной группы жителей Александру Кравченко. Давайте договоримся, что в нашем проектном офисе мы поликлинику, детский сад, спортивные объекты и школу построим до сентября 29-го года. Это сложно. Кто-то скажет, многие, что это невозможно. Но для того мы и есть с вами, чтобы решать невозможные проблемы. Временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков представил губернатору и членам совещания возможные участки под строительство соцобъектов. Самое главное сейчас в декабре нужно принять генплан, в котором все эти участки будут переведены. А напомни, мы парк пионеров где хотели сделать? Где у нас ПЖД? Давай сделаем. Да, мы еще. Здесь территория хорошая под парк, а там раньше был пионерокер, поэтому по названию жителей все определятся. Парк пионеров сделаем хороший. Все участники встречи отправились посмотреть территорию. Один из местных жителей предложил рассмотреть под соцобъект здание, которое не используется. Глава региона поручил выяснить, что это за строение и можно ли его использовать, например, под детскую поликлинику. Активисты результатом встречи остались довольны. Под впечатлением от формата, безусловно, он поменялся. Нас слышат, это чувствуется, это, наверное, великолепно. И та уверенность, с которой нам сегодня какие-то вещи говорили, обещали, она, я думаю, вселяет огромную уверенность для всех жителей. Поэтому мы, как инициативная группа, можем, наверное, сегодня просто всем донести, что, ну, наверное, маленький, а может быть, большой шаг уже сделан. Депутат Госдумы Александр Хинштейн напомнил, что пятая просека – не единственный проблемный объект в Октябрьском районе. И предложил распространить работу проектного офиса на другие участки района, где также недостаточно социальных объектов и транспортных развязок. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.